ажурный узор веерочки из пышных столбиков вот такая есть схема этого узора как видите раппорт узора 10 петель я внесла некоторые корректировочки в эту схему но они касаются вот краевых столбиков потому что если вязать точно по схеме края узора будут немножко стянуты так давайте приступим вот я связала цепочку из 21 воздушной петли и на ней связала первый ряд столбиками без накида я думаю что тут в общем то все понятно переходим ко второму ряду делаем воздушную петлю вяжем столбик без накида теперь нам нужно пропустить 1 2 3 столбика и в 4 мы будем вязать пышные столбики вот этот веерочек поскольку я показываю закрыла я вот вытяну два раза если вытягивать 3 будет конечно более пышно но менее ажурно пышные столбики нам нужны закрепу то есть вытянув ниточку два раза мы провязываем все петли кроме той что была на крючке и дальше две петли вместе 3 воздушные петли 1 2 3 еще такой же пышный столбик надо этим же столбиком 1 и 2 и закрепили 3 воздушных петли еще два таких же столбика нам нужно связать чтобы у нас был веерочек из 4 пышных столбиков раз-два-три и последний столбик вяжем точно так же закрепили 2 ручка у нас готов теперь мы отсчитываем раз-два-три пропускаем три столбика в четвертый вяжем столбик без накида и еще два столбика без накида в следующие столбики то есть три столбика без накида вот между веерочками нас будут дальше вяжем дальше вяжем следующий веро чик также отсчитаем раз-два-три и вот в четвертый столбик будем вязать веерочек из пышных столбиков 1 пышный столбик 3 воздушных петли 2 пышный столбик 1 2 3 3 сюда же 3 воздушных петли и 4 столбик отсчитываем 3 столбика нас получается в конце два столбика без накида вот в последний столбик и под воздушные петли под воздушную петлю подъема вот у нас получился такой первый ряд дальше вот на краю написано воздушная петля и дальше идет обвязка столбиков я предлагаю все таки сделать воздушную петлю и вот в первый столбик связать столбик без накида так будет понятнее иначе в общем то тут сложно будет следующем ряду найти место куда вязать краевой столбик теперь мы обвязываем эти веерочки вот над каждой цепочкой из 3 воздушных петель вяжем 2 столбика без накида 2 воздушных петли и еще два столбика без накида над следующей цепочкой точно так же 2 2 столбика без накида 2 воздушных петли и 2 столбика без накида и на 3 2 столбика 2 воздушных петли и 2 столбика ну вот подошли там где у нас три столбика без накида над центральным вяжем один столбик без накида и также обвязываем 2 веерочек здесь в общем то нужно вот эту вот цепочку пальчиком так выделить чтобы не зацепить при обвязке пышные столбики чтобы не испортить всю нашу красоту так же все обвязываем 2 столбика без накида 2 воздушных петли 2 столбика без накида и столбик без накида у нас будет краевой вот в общем то это у нас раппорт здесь веерочки они не сдвигаются то есть будут веерочек над веерочек единственный нюанс на схеме 3 воздушных петли подъема я предлагаю сделать 4 чтобы краешек был посвободней и теперь веерочки вот эти вот из пышных столбиков мы вяжем вот под верхушечку предыдущего веерочка то есть вот в эти две воздушных петли вяжем точно также вытягиваем два раза ниточку провязываем все кроме последней петли закрепляем закрепляем делаем 3 воздушных петли и так вот вяжем в общем то такие же точно веерочки в чем еще отличие давайте дойдем до края покажу то здесь точно так же все только мы вяжем веерочки вот верхушечку предыдущего столбика общем то это даже удобнее тут не нужно уже считать вот 4 веерочка я связала и теперь нам нужно связать столбик с одним накидом вот над столбиком без накида то есть между веерочками и еще один веерочек точно такой же все идет аналогично для тех кто считает что я вижу очень быстро я вижу не быстро но если вас эта скорость не устраивает вы можете изменить ее в настройках справа внизу есть такая шестереночка где можно изменить скорость видео а вот теперь мы дошли до второго края здесь я предлагаю связать столбик с двумя накидами иначе край получится стянутым в общем то вот в этом вся и хитрость следующий ряд у нас будет ряд обвязки точно такой же я уже не буду его показывать давайте посмотрим как этот узорчик выглядит на большом образце вот как это выглядит на большом образце по моему очень такой интересный узор он с одной стороны ажурный ажурный но ажурная потому что я вытягивала ниточку два раза в пышных столбиках если вытянуть 3 он будет менее ажурным тем не менее узор двухсторонний и такой вот за счет пышных столбиков даже таких в общем то не очень толстеньких все равно получается немножко такой вот объемный и пушистенький вот такой вот узорчик что им связать ну думайте сами мне вот очень нравится что в конце получается вот так и такие вот фестончики красивые обвязаны то есть если вязать допустим какой-то шарфик таким узором я бы рекомендовала вот вязать от середины в две стороны чтобы вот края были такие вот красивые фестончики подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые уроки впереди вас ждет много интересного поскольку у меня много разных идей и много еще разных узоров которые мы не разобрали успехов вам и легких петелек а а а а а а а